Победа советского народа Великой Отечественной войне посвящается! Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые педагоги! Мы рады видеть вас в нашем зале. Сегодня мы проводим районный конкурс чтецов, стихов и прозов «Живые строки войны». Он проводится в год празднования 76-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Есть события, над которыми время невластно, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится Великая Отечественная война. Каждый год наш народ вспоминает эту войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год мы благодарим тех, кто сражался на ее фронтах и победил фашизм. Давно окончилась война, и все меньше остается в живых ее участников и очевидцев. К сожалению, начинаются попытки искользить историю тех событий, уменьшить вклад советского солдата в разгром фашизма. Поэтому сейчас, как никогда, нам нужна правда о войне. Чтобы мы помнили, чтобы не забывали, чтобы чтили и гордились. К теме Великой Отечественной войны обращались многие поэты и писатели. И сегодня, в исполнении чтецов, мы услышим произведения, которые правдиво рассказывают о величии подвига советского народа, о том, какой ценой завоевано наше счастье. Артистическое мастерство и талант наших чтецов будет оценивать компетентное жюри. Разрешите мне его представить. Любовь Александровна Зюзина, заместитель главы района по социальным вопросам. Татьяна Ивановна Китанина, председатель комитета по образованию. Татьяна Александровна Могильна, ведущий специалист комитета по образованию. Татьяна Николаевна Бодня, ведущий специалист комитета по образованию. Нина Сергеевна Кистаева, библиотеки районной модернной библиотеки. Наш уважаемый жюри будет оценить выступления конкурсантов по следующим критериям. Первое. Выбор текста произведения. Второе. Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное, эмоциональное воздействие на слушателей. Третье. Грамотная речь. Четвертое. Дикция, распновка логических ударений, пауз. Пятое. Оригинальность исполнения. Шестое. Внешний вид. Использование элементов сценического костюма и дополнительного реквизита. Седьмое. Соответствие выступления, заданное временным рамком конкурса. Конкурс проводится по возрастным группам. Первая группа — пятые, шестые классы. Вторая группа — седьмые, восьмые классы. И третья группа — девятые, одиннадцатые классы. Конкурсанты будут читать стихи и отрывки из прозаических произведений российских писателей. Это живые строки войны. Потому что многие из авторов этих строк — сами участники и свидетели тех жестоких военных сражений. Они видели войну своими глазами. Они сами прошли всю Европу, освобождая землю от нацистов. Началось все в ночь, на 22 июня далекого 1941 года. Фашистские войска вторглись на нашу землю. Весь народ, от мала до велика, поднялся на защиту своей Родины. Пришла война, которая отменила и жизнь, и радость, и любовь. Наши солдаты шли защищать Родину с верой в победу, еще не зная о том, что война закончится нескоро. Об этом стихотворение московского поэта Натальи Радолиной «Пришла война» читает Дмитрий Джабин. Пришла война и отменила и жизнь, и радость, и любовь, и все мечты разбиты в кровь, и юность – братская могила. Зачем разрушены дома, а вместо писем – похоронки? Ведь был июнь жальной и звонкий, и вдруг нагрянула зима, и вдруг нагрянула беда на долгие четыре года, на страшные четыре года. Сердца покрывка роста льда, и матери, окаменев от слез, от боли и от гора, отдали самое родное, за миг прощание постарев. И время стало пеплом черным, блуждают стрелки обреченных, и как фальшивая струна, звенит зловещая война, и жизнь слилась в одни лишь беды. И так нескоро до победы, но надо ждать, терпеть, любить, чтобы выжить, чтобы победить. Страшные сороковые. Давид Самойлов, известный поэт-фронтовик, был двадцатилетним юношей, полным надежд и больших планов на жизнь. И вдруг война. В первый день войны многим воинам было по 17-20 лет. Из каждых ста ребят этого возраста, ушедших на фронт, вернулись только трое. Но пройдя через страшные испытания, это поколение не забыло, как можно радоваться молодости, жизни, продолжать мечтать о счастливом будущем. Стихотворение Давида Самойлова «Сороковые роковые» исполняет Злата Любина. Сороковые роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные, гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко. И погорельцы, погорельцы качают с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурсанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный. И у меня добавки в сети, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю. И все на свете понимаю, как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность. И это все в меня забава. Но лишь потом во мне очнулось. Сороковые роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России. А мы такие молодые. Юным романтиком, 17-летний, будущий поэт и писатель, Булат Акуджава с товарищами пришел в Тбилисский военкомат с просьбой отправить их добровольцами на фронт. Акуджав стал одним из сотен тысяч добровольцев, уходивших на фронт поэшелонно, по-батально. После войны он напишет автобиографическую повесть «Будь здоров, шкаляр». Это повесть о юноше, ушедшем на фронт. Со школьной скамьи повесть о войне, такой, какая она была на самом деле. Отрывок из повести читает Елизавета Кабакова. Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умирать. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову и все. И мое горячее тело уже не будет горячим. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома. Я многого боялся. Дома. А теперь я уже все узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать? Я ведь пригожусь для жизни. Помогите мне. Ведь это даже смешно убивать человека, который ничего не успел совершить. Я даже десятого класса не кончил. Помогите мне. Я не о любви сейчас говорю. Черт с ней и с любовью. Я согласен не любить. В конце концов, я уже любил. С меня хватит, если на то пошло. У меня мама есть. Что будет с ней? А вы знаете, как сладко, когда мама гладит по голове? Я еще не успела от этого отвыкнуть. Я еще нигде толком не побывал. Я, например, не был еще на Валдай. Мне же нужно посмотреть, что это за Валдай. Нужно. Кто-то ведь написал. И колокольчик дарвал Валдая. А я даже таких строчек написать не смогу. Помогите мне. Я все пройду. До самого конца. Я буду стрелять по фашистам, как снайпер. Буду единоборствовать с танками. Буду голодать, не спать, мучиться. Кому я говорю все это? У кого прошу помощи? Может быть, вот у них, у этих бревен, которыми укреплен блиндаж. Они сами не рады, что здесь торчат. Они ведь соснами шумели так недавно. А когда мы езжали на фронт, помнишь нашу теплушку? Конечно же помню. Мы стояли у раскрытых дверей и пели какую-то торжественную песню. И у нас были гордо подняты головы. А я жилом стоял на запасных путях. Где? На Куршском вокзале. По домам нас не пустили, я только успел позвонить домой. Наших никого не было, только соседка Ирина Макаровна. Злая, подлая старуха. Сколько она мне кровью попортила. Она спросила меня, где стоит и шелом. Жалко, лицемерно сказала она. Не сможет мама повидаться-то с тобой. И я повесил трубку и вернулся к своим. А через час у вагона появилась Ирина Макаровна и сунула мне сверток. А потом, когда мы пели, она стояла в толпе маленьких случайных женщин. Прощай, Ирина Макаровна! Прости меня! Разве я знал? Я никогда не смогу понять этого. Может быть, ты и есть то лицо, у которого мне стоит просить защиты. Тогда защити меня. И я не хочу умирать. Говорю об этом прямо и не стыжусь. В свертке были сухари и четвертинка подсолнечного масла. И я поклялся сохранить один сухарь, как реликвию. Съел. Значит, не смог сделать такого пустяка? А чего же я прошу? А разве не сам я, когда прилетела рама, и все полезли по щелям? Стоял на виду. Лезь скорее, кричали мне, а я не прятался. Ходил один и посмеивался вслух. Если бы они знали, что у меня внутри делается, я не могу, не могу побежать на виду у всех. Пусть никто, никто не знает, что мне страшно. Но себе-то, самому я могу сказать правду? Вот я и говорю. Я сам себе судья. И я имею на это право. Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего того, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира, беги, исполняй, оглушитель нарявка, есть! Падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины, зарывайся в землю. Землю рую носом, ногами, руками, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом. Выделяй жевночный сок. Готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку от травы. Гибнут, друзья. Гибнут, рой могилу, сыпь землю. Машинально стреляй в небо три раза. Особая тема в нашей литературе — дети войны. Когда мужчины уходили на фронт, дома оставались женщины и дети, которые с этого момента детьми быть переставали. Они заботились о своих матерях, стояли в очередях за хлебом, вставали на защиту родных городов и сел или избегали воевать. И сколько бы их ни пытались оградить от войны, она была повсюду. А 12 лет было уже огромным взрослым возрастом. Дети войны хлебнули горе полной чашей, может быть, слишком большой для маленького человека. Ведь начало войны совпало для них с началом жизни. О том, как из пятого класса дети переходили в войну, стихотворение воспоминания Владимира Соколова «Начало» звучит в исполнении Алины Кабаляцкой. Четвертый класс закончили в предгрозе, но мы о том не думали в тот год, что санок легкие повозья неслись навстречу буре без забот. Ты помнишь, возле краснозвездных вышек, ты помнишь, в Александровском саду летели дни на санках и на лыжах, и Кремль от детства отводил беду. Я помню день, когда забросил сразу все свои обычные дела. В тот вечер мама два противогаза себе и мне с работы принесла. И я не понял, для чего, откуда, но на игру, зывая ребятню, таскал с собой резиновое чудо и применял по десять раз на дню. Откуда-то их был десяток довод, и вот, пока сражение текло, каждый из нас, растягивая хопот, глазел на мир сквозь подное стекло, а на спину поваленные стулья строчили беспощадно по врагу. И в светлых комнатах шарная буля подстерегала на любом шагу, и падал навнеч Петька или Сашка не на ковры, навстречу синяку, с бумажной звездой на фуражке и сумкой зеленой на боку. А в коридоре, становясь под знамя, эфире ложной гибели сполна, мы не догадывались, с нами играла настоящая война. А уж случалось, свет надолго гаснул, вслед за тревожно стонущим звездком. А уж пора, не понапрасну, затаскивали ящики с песком, и часовой на западной границе все зорче вглядывался в темноту. А там росли опасные зорницы, стальные птицы брали высоту, там на дома неслись фугаса грозди, на океанах шли суда ко дну. Четвертый класс закончили в предгрозии, и с пятого мы перешли в войну. Двенадцать лет, огромный, взрослый возраст, но разве нежным мамам объяснишь, что наше место там, где к реке воздух, и шире ничем не защищенных крышей. А там, белая в треугольной раме, гремит ночной, московский наш рюк, зажженный заревом, прожекторами, пунктирами трассирующих пуль, мы замерли. И ноги вдруг как в ад, но несмотря на то, что бел, как мел, наш командир сказал, со мной, ребята, и первым по железу загремел. Чертак опять, обои ревет над крышей, несовершенным подвигом маня. И вдруг внесли его, плащом укрывши, как может быть, внесли бы и меня. Он так лежал, как в этой же рубашке, лежал однажды на своем веку, с бумажной звездой на фуражке и сумкой зеленой на боку. Он так лежал, как будто притворялся, а мать бежала, Петя, подымись! А он молчал, не встал, не рассмеялся, игра кончалась, начиналась жизнь. А дни идут, как будто нет им края, но этот первый воинский урок я сотый раз на память повторяю и настоящий трог-курок. Трогательное стихотворение современной поэтессы из Казани Лоры Тасси о том, как страшно на войне, читает Егор Бондарев. А борного мишка утешала, девчушка из увеченной избе, кусочек хлеба — это очень мало, но крошечка достанется тебе. Снаряды пролетали и взорвали, смешалась кровью черная земля. Была семья, был дом, теперь остались совсем одни на свете — ты и я. А за деревней рощи задымилась, пораженная чудовищным огнем, и смерть летала злой птицей, и бедой нежданной приходила в дом. Слышишь, я сильная, я не плачу, и мне дадут на фронте автоматы, а там еще за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. В тишине звестили пули звонка, и злышей отдых присплыхнул в огне, и из дома выбежала девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно, и победу нынче празднует страна, и сколько их, девчонок и мальчишек, осредила подлая война. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Из оккупированных стран фашисты сквозили тысяч детей в концлагеря и использовали их для медицинских опытов. У малолетних кузников брали кровь для немецких солдат. Это были еврейские дети, дети расстрельных партизан, дети убитых советских, партийных и государственных работников. Оторванные от родителей, испытывая все ужасы плена, многие из них погибли от болезни и голода, или в газовых камерах. Известный поэт Сергей Михалков рассказал об этом в стихотворении «Детский ботинок». Читает Екатерина Гриценко. Занесенный в графу с аккуратностью чистой немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской. Его номер по книге — 3209-й. Обувь детская, ношина, правый ботинок с заплатой. Кто чинил его? Где? В Мелитополе? В Кракове? В Вене? Кто носил его? Владик или русская девочка Женя? Как попал он сюда, в этот склад, в этот список проклятый, под порядком номер 3209-й? Неужели другое не нашлось в целом мире дороги, кроме той, по которой пришли эти детские ноги? В это страшное место, где вешали, шгли и пытали, а потом хладнокровно одежду убитых считали. Здесь на всех языках о спасении пытались молиться чехи, греки, евреи, французы, австрийцы, бельгийцы. Здесь впитала земля запах тлена и пролитой крови, сотен тысяч людей разных наций и разных сословий. Час расплаты пришел. Получили убить на колени. Суд народов идет по кровавым следам преступлений. Среди сотен улик этот детский ботинок с оплатой, снятием Гитлером с жертвы 3209-й. Ури Орлев провел первые годы войны в Польше с матерью и братом. Когда нацисты расстреляли мать, детей тайно вывезли из варшавского гетто и прятали в разных польских семьях. Но кто-то их выдал. Последние годы войны братья провели в концлагерях Бергенберзен. Став писателем, Ури Орлев описал в своих книгах, что он испытывал в те тяжелые годы. В повести «Остров на птичьей улице» автор рассказывает, как дети могут выжить в самых тяжелых условиях, не теряя доверия к людям. Отрывок из повести Ури Орлева звучит в исполнении Никиты Клыкова. Я возвращался из соседнего дома и решил пролезть в пролом в стене. Как вдруг увидел двух бегущих людей, они вбежали в ворота моего дома и остановились на развалинах. Один был ранен, я видел кровь на его рубашке, он держался за рану рукой. Второй, очень бледный, поддерживал первого. Пока они оглядывались, во двор ворвался немецкий солдат. Поднял ружье и крикнул, чтобы они остановились. «Хальт! Да чего же я ненавидел этот язык?» Парни остановились, подняли руки. Солдат хохотал. «Я знал, что это значит. Это был дурной знак. Я вытащил пистолет из кобуры. Ни о чем не думал. У меня не было никакого плана. Как будто бы просто посторонний говорил мне, что я должен делать. Управлял моими движениями». Солдат прицелился. В ту же минуту прицелился и я. И когда солдат целился в одного из них, я выстрелил. Он выстрелил три раза один за другим. Парни упали на землю. Видно, подумали, что это стрелял солдат. Один из них выхватил нож и как сумасшедший бросился на солдата. Как будто бы успел до него добежать, если бы тот был жив. И вдруг он остановился, не понимая, что происходит. Меня они не видели. На солдате была железная каска, зеленая униформа. Его лицо выражало полное недоумение. Как вдруг он повалился на землю. Его ручье выскользнуло из рук. И только легкая дрожь пробежала по его телу. Раз или два. Как будто приступы смеха сотрясали его. И я вышел из пролома в стене. Парень, который лежал в руке нож, спрятал его. Только сейчас он заметил меня. Не придал этому никакого значения. Подбежал к солдату. Выхватил его ручье. Снял с него пантантаж. Повернулся ко мне и спросил. Мальчик, кто стрелял? Ты не видел? Я, сказал я ему. Шшшш, тихо, проговорил второй. Повернулся ко мне и спросил. Мальчик, кто стрелял? Ты не видел? Я, сказал я ему. Мальчик, повторил человек строго. Ты понимаешь, в чем тебя спрашивают? Да. Я кивнул головой, поднял пистолет. И тут же спрятал его, чтобы мне пришло в голову отобрать его у меня. Они смотрели на меня и не верили своим глазам. В юности ему очень хотелось как можно больше узнать о войне. Самому пройти огни и воды. И судьба дала ему все это в избытке. Протащила по четырем фронтам через Сталинградскую и Курскую битвы. Сделала участником многих подвигов армейских дружников-разведчиков. Книга о разведчиков написана нашим земляком, писателем Георгием Егоровым. Это подлинная история реальных людей, которые прошли войну в рядах легендарной разведки. Истории о боевых буднях разведчиков, о людях высокой души и беспримерного мужества. Отрывок из повести Георгия Егорова книга о разведчиков читает Станислав Кузьменко. Шагают и шагают ребята девятнадцати-двадцатилетние, жизни еще не вкусившие. Шагают навстречу своей смерти спокойно, как на привычное дело. Может, сегодня они совершат подвиг, который войдет в историю страны. А может, умрут на мертвой ничейной земле между траншеями. Может, никто никогда не назовет их героями, не вспомнит их фамилии. Может, все может быть, а метель свирепая, приволжская, бьет в лицо. Податливый снег под ногами не скрипнет, разведчики идут без шума, как привидение. С тех пор прошло много-много лет. Выросло новое поколение людей. Множество впечатлений, более сильных, чем в ту ночь, получил я за это время. Разрушенный Сталинград, тысячи пленных на тракторном заводе и на заводе красные баррикады. Вылазки во вражеский тыл на Курской дуге, штурм знаменитой голубой линии на Кубани. Все это притупило остроту того обычного ночного поиска четырнадцати разведчиков. Тогда вернулись только двое, Исаев и я. Мы привели языка перепуганного насмерть немецкого пулеметчика, того самого, который почти в упор погасил всех наших товарищей. Несмотря на это, когда под прикрытием артиллерии и пулеметов мы отходили, мы своими телами прикрывали этого тщетушного недоноска. Не дай Бог, свои же убьют его. И мы его привели. Его допросили в штабе полка, Потом в штабе дивизии, Потом в штабе армии. И он остался жить. Может быть, живет и теперь. А тех двенадцати нету. Нету. Нет тех парней, Которые не меньше других любили эту землю. И за свою короткую жизнь Не успели отлюбить свою долю, Отведенную каждому. А они жили. Темпераментный черноглазый Казнодий, Весельчак и балагурь Еремин, Робкий и романтичный лейтенант Смочкин, Умный и начитанный Москвич Георгий Звягин. Жили все двенадцать. Они полегли Перед фашистским дзотом, Чтобы спасти жизни сотням И тысячам таких же солдат, Как и они. И если сейчас Над приволжскими степями Светит мирное солнце И шумит на ветру Колосистая пшеница, Если на Алтае Строятся воды, То только потому, Что они за это Отдали свои жизни. Они живы В новом поколении людей. Выросшим После войны В этом их Бессмертие. Мужество и стойкость наших воинов Удивляли даже врагов. В музее Брестской крепости Рассказывают легенду о светском солдате, Который сражался один На протяжении десяти месяцев, Не подпуская немцев К развалинам крепости. Немцы по радио говорили, Что Москва захвачена, Советская армия разбита. Они обещали Солоту Замечательную, Сытую жизнь. Но как только фашисты Подходили к руинам, Защитник крепости Отвечал им огнем. Вышел солдат Из крепости тогда, Когда узнал, Что Москва не захвачена, И наша армия сражается. Из руин Выполз худой, Изможденный человек. Он был совершенно Седой и слепой. На вопрос, Кто вы? Назовите свою фамилию, Звание. Он ответил, Я советский солдат. Потрясенные мужеством Солдата немцы Выстрелили в шеренгу, А офицер отдал честь. До машины Советский солдат не дошел, Он упал замертво. От таких неизвестных героев Рассказал участник войны, Писадий, Борис Васильев. В повести В списках не значился. Отрывок из повести Читает Родион Гринякин. Немцы уже ворвались В цитадель, Расскенив оборону На отдельные Очаги сопротивления. Днем они пытались Пробраться По закольцованным Лабиринтам казарм, Стараясь оставить За собой руины. А ночью Эти развалины, Подорванные саперами, Взметанные прицельной Бомбежкой И выжженные До бела огнеметами, Поднимались вновь. Измотанные скелеты В лохмотьях Вылезали из-под кирпичей, Выползали из-под земель И в штыковых атаках Уничтожали всех, Кто рисковал Остаться на ночь. И немцы боялись ночей. Но пложников сальниковым Сшли за патронами днем, Ползли, царапая Щеки о кирпиче, Задыхаясь в тяжком Трубном запахе. Напряженными спинами Каждое мгновение Ожидая автоматных очередей. Здесь каждый миг Был последним. И каждое неосторожное движение Могло приблизить этот миг. Поэтому они Передвигались понемногу, По несколько шагов И только по очереди. А перед тем, как ползти, Долго и напряженно Вслушивались. Крепость разрывалась От автоматного отрезка Ирёва пламени. Но здесь, где ползали они, Было пока тихо. Спасали воронки. В них можно было Отдохнуть и собраться С силами Для нового шага. Шага, который следовало Проползти, Ощущая каждый миллиметр. На дно такой воронки, С которой ещё не выветрился Утушливый запах Зрючатки, Сальников сполз в торын. Блужников уже сидел На песке, Скинув нагретую солнцем Каску. «Женюсь!» Пропал, Ротал Сальников, Сев рядом. «Если живой, Выберусь!» «Женюсь!» «Дурак был, Что не женился!» «Мне понимаешь, Сватали!» Резкая тень Упала на его лицо. И Блужников, Ещё ничего не успев понять, Только подумал, Откуда взялась эта тень? Хайпт! Тугая автоматная очередь Верванула воздух Над головами. На откосе стоял немец, Стоял в двух шагах. И Блужников, Поднимаясь С удивительной чёткостью, Видел Засученные по локоть рукава, Серо-зелёный мундир Кирпичной пыли, Растёгнутые у ворота На две пуговицы. И чёрную дыру автомата, Смотревшую прямо в сердце. Они медленно поднялись, А их автоматы Стали слижать у ног На дне воронки. И так же медленно, Словно во сне, Подняли вверх руки. А немец Стоял и улыбался. Молодой, Сытый, Чисто выбритый. Сейчас ему нужно было Слегка надавить На спусковой крючок. Обжигающая струя Ударила бы им в грудь. И они бы навсегда Остались здесь, В этой воронке. Сердце забилось Отчаянно и быстро. Сухой обруч Давил горло. И блужников Нелепо икнул, Дернув головой. А немец Расхохотался. Он смеялся громко, Уверенно. Это был смех победителя. Он снял Левую руку С автомата И указательным пальцем Поманил их к себе. Они начали выбираться Из воронки, Оступаясь и мешая Друг другу. А немец все хохотал, Да все манил их Из воронки Указательным пальцем. Сейчас, Бормотал Сальников. Сейчас, сейчас. Он обогнал Лужникова И уже высунулся По пояс из воронки, Упал грудью на край, Схватил немца за ноги И силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь Ударила в небо. И Сальников с немцем Скатились на дно воронки. А Блужников Услышал отчаянный крик. Беги, лейтенант! Беги, беги, беги! А еще топот. Он выскочил на край воронки, Увидал немцев, Спешащих на крик. И побежал. Пули прижимали к земле, Крошили кирпичи у ног, А он бежал, Перепрыгивая от трупа И метаясь из стороны в сторону. И согнутая в три погибели Его собственная спина Казалась ему сейчас Непомерно огромной, Разбухшей, Закрывавшей его самого Уже не от немцев, Не от пули, От жизни. С наступлением войны Студент театрального училища Виктор Грозов Защищал родину В народном ополчении. Получив во время боевых действий Тяжелое ранение, Проходил реабилитацию В госпиталях. Там он записывал Истории раненых бойцов О войне, Которые легли в копилку Людских судеб. О том, что война не ожесточила И не уничтожила в людях Человеческие чувства, Рассказ известного драматурга Виктора Розова «Дикая утка. Цикла Прикосновения к войне» Прозвучит в исполнении Степана Пилипенко. Кормили плохо, Вечно хотелось есть. Иногда пищу давали Раз в сутки, И то вечером. Ах, как хотелось есть! И вот, В один из таких дней, Когда уже приближались сумерки, А во рту не было еще ни крошки, Мы, человек восемь бойцов, Сидели на высоком травянистом берегу Тихонькой речушке И чуть ли не скулили. Вдруг видим, Без гимнастерки, Что-то держа в руках, К нам бежит еще один наш товарищ. Подбежал лицо сияющее. Сверток — это его гимнастерка, А в нее что-то завернуто. «Смотрите!» Победно восклицает Борис. Разворачивает гимнастерку, И в ней живая, Дикая утка. Вижу, сидит, Притаилась за кустиком. Я рубаху снял, И хоп! Есть еда. Зажарим. Утка была не крепкая, Молодая. Поворачивая голову по сторонам, Она смотрела на нас, Изумленными бусинками глаз. Она просто не могла понять, Что за странные милые существа Ее окружают и смотрят на нее С таким восхищением. Она не вырывалась, Не крякала, Не вытягивала натужно шею, Чтобы выскользнуть из державших ее рук. Нет, Она грациозно и с любопытством озиралась. Красавица уточка, А мы голодные, Нечисто выбритые, Грязные. Все залюбовались красавицей. И тут произошло чудо, Как в доброй сказке. Как-то просто произнес. Отпустим. Было брошено несколько Логических реплик. Вроде. Что толку? Нас восемь человек, А она такая маленькая, Еще возится. Боря, неси ее обратно. И уже, ничем не покрывая, Борис бережно понес утку обратно. Вернувшись, сказал, Я ее в воду пустил, Нырнула. А где вынырнула, Не видел. Ждал, ждал, Чтоб посмотреть, Но не увидел. Уже темнеет, Когда меня заматывает жизнь, Когда начинаешь лясть всех и все, Теряешь веру в людей, И тебе хочется крикнуть, Как я однажды услышал вопль Одного очень известного человека. Я не хочу быть с людьми, Хочу с собаками. Вот в эти минуты, Не веря и отчаяния, Я вспоминаю дикую утку И думаю, Нет, нет, В людей можно верить. Это все пройдет, Все будет хорошо. Детство Роберта Рождественского, Замечательного поэта, Песника, Родом из алтайского села Косиха, Пришлось на военное лихолетие. Нося свой вклад в победу, Он и его малолетние друзья Готовили концерты для ральных солдат. Эти концерты в госпиталях Оставили в памяти трагичные судьбы воинов. Наверное, поэтам, Так щемящий пронзительный стихи Роберта Рождественского о войне. В пламя войны, Вспоминал позднее поэт, Навсегда осталось в наших глазах. Об этом его стихотворение концерт В исполнении Вероники Яценко. Концерт. Сорок трудный год, Омский госпиталь. Коридоры сухие и марки, Шепчет старая нянечка. Господи, Да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными, Мы почти растворяемся в них. С балалайками, С мандолинами И большими пачками книг. Что в программе? В программе чтение Парапесен военных правильных. Мы в палату тяжелораненых Ходим с трепетом и почтением. Двое здесь майор артиллерии С ампутированной ногой В сумасшедшем бою под Ельми На себя принявший огонь. Глядит на пришельцев он весело И другой, да правей, Завинтован капитан, Таранивший мессера Три недели назад над Ростовом. Мы вошли, Мы стоим в молчании. Вдруг срывающимся фальцетом, А прикосом, Гришка отчаянно Объявляет начало концерта. В ней Чапаев срыв, А за ним не вполне совершенно, Но вовсю запевали внимание, О народной поем, О священной, Так, как мы ее понимаем. В ней Чапаев сражается заново, Краснозвездные мчатся танки, В ней наши шагают в атаки, А фашисты падают замертво. В ней чужое железо плавится, В ней и смерть отступать должна. Если честно, признаться, Нравится нам такая война. Мы поем, Только голос летчика раздается, А в нем укор. Погодите, Постойте, хлопчики, Погодите, Умер майор. Балалайка всплеснула горестно, Торопливо, Будто в бреду. Вот и все О концерте в госпитале В том году. А дома ждали и боялись писем с фронта. Они шли не в конвертах, На них не было марок. Они были служены треугольниками. Их зачастую разносили дети-почтальоны, Заменившие родителей. Считалось, что это не тяжелая работа для ребят, Но сколько боли и радости было В каждой почтальонской сумке. И как рано сидели дети, Разносившие горе войны. Стихотворение Татьяны Черновской О юной почтальонке Прозвучит в исполнении Вероники Кондратенко. Ей пятнадцать лет. Девчонка невысока И очень худа. Письма носится. Почтальонка По прозванию Нюрка. Беда. В зной и в слякоть, В метели в стужу, Сумка кожаная Наперевес разнести. Нюрки, почта, ножки. По пяти деревенькам окрест. Дома двое Младших братишек. Мать. Бобеи тоже могут. Слава Богу, Отец с фронта пишет, Ждут и верят, Что он придет. Он придет. И все будет, Как прежде, Как в далеком-далеком вчера. Не лиши только Божьей надежды. И опять На работу пора. Ребятишкам Картошка в печке, Ей с утра Сумка наперевес. А чтоб проголодь Бегать легче, По пяти деревенькам окрест. В деревнях Старики, да дети, Бабы в поле То серят, то жнут. Почтальонку вдали Приметят И сердечной тревогой ждут. Треугольник Живой! Удача! Коли серые Козелые конверты Замолчат, Закричат Заплачет И померкнет В глазах Белый свет. Защемит у девчонки Сердишко От людского Горя и беда. Тяжела Эта сумка Слишком, Если в ней От беды Привет. Вести Черные Вести Черные Похороны Горя Горького Череда Письма Носится Почтальонке Без вины Дали Имя Беда. Малолетка Еще Девчонка Только В косах Полно Седины Письма Носится Почтальонка Разносящая Вести Седина Седина Блокада Ленинграда Это одна из трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. 900 дней и ночей ленинградцы, изолированные от всего мира, жили в настоящем аду, между жизнью и смертью. Очень скоро в городе стало нечего есть, жители начали умирать. От холода и голода погибли свыше миллиона ленинградцев. Особенно тяжело приходилось детям, умерших от голода родителей. Как выживали они в человеческих условиях. В Петербургах на улицах города можно встретить много памятников кошкам. Это дань уважения животным, погибшим в страшные месяцы блокады Ленинграда, но спасшим от голода тысячи ленинградцев. Полина Климченко расскажет стихотворение юной поэтессы из города Владимира. Анастасия Андреевой, хвостатый спаситель. До пояса закопан в снег наш город. Проволокон темных без стекла. Глядят, как забирает жизнь и голод. Как люди борются за капельку тепла. Вчера неделя, как погибла мама. Теперь остались дома мы втроем. Сестра, как спичка, хлеба нет ни грамма. Мы часть добычи Васьки. Птиц мы шею берем. Он защищает нас от холода ночами и не дает забыться вечным сном. Он наш кормилец. Гордо отвечаем на предложение изготовить суп с котом. Наш Васька, он один на всю округу. Соседских кошек съели уж давно. И к Ваське подбирались мы за спугу. Крючок на дверь, решетку на окно. Но вскоре стало холоднее. Голоднее. Уж нет у Васьки силу птиц ловить. Сестронка две недели как болеет. Лишь станет тихо. Мочи нет лопить. Тут кончились душевные все силы. Схватил я из кухни старый нож. И вас кого так? Васенька, любимый, иди скорей ко мне. Саму бьет дрожь. А он ласкается. Но рвычек глупый. Все бивается вокруг меня кольцом. Риву безумочно сжав покрепче зубы. В тот день дала сестронке суп с мясцом. Минутка, да. И вот спустя лет десять Притачит дочка с улицы кота. Я улыбнусь. Возьмем. Куда уж деться. А в мыслях Васька. Спас он нас тогда. Эта маленькая записная книжка была предъявлена на Нюрнбринском процессе в качестве документа, обвиняющего фашизм. Юной жительнице блокадного Ленинграда Тане Савичевой посвящается стихотворение Ильи Малышева «Девять страничек». Читает Данил Данченко. Девять страничек. Страшные строчки. Нет запятых, только черные точки. Умерли все. Что поделать? Блокада. Голод уносит людей Ленинграда. Пусто и тихо в промерзшей квартире. Кажется, радости нет больше в мире. Если вы хлебушка, всем по кусочку. Может, короче, дневник был на строчку. Маму и бабушку голод унес. Нет больше силы и нет больше слез. Умерли дядя, сестренка и брат. К смерти голодной пустил Ленинград. Пусто в квартире, в живых только Таня. В маленьком сердце столько страдания. Умерли все. Никого больше нет. Девочке Тане 11 лет. Я расскажу вам, что было потом. Эвакуация, хлеб и детдом. Где после голода. Всех испытаний. Выжили все. Умерла только Таня. Девочки нет, но остался дневник. Детского сердца, слезы и крик. Дети мечтали о корочке хлеба. Дети боялись военного неба. Этот дневник на процессе Нюрнбергском. Был документом страшным и веским. Плакали люди, строчки читая. Плакали люди, фашизм проклиная. Танин дневник – это боль Ленинграда. Но прочитать его каждому надо. Словно кричит за страницей страницы. Вновь не должно это все повториться. Писатель Юрий Яковлев прошел всю войну. С детства и до последних дней он был привязан к матери. Она погибла летом 1942 года во время блокады от голода. Его автобиографический рассказ «Сердце земли» посвящен матери. Это настоящий реквием по погибшим в Великую Отечественную войну. По разрушенным семьям и сломанным судьбам миллионов людей. Рассказ «Сердце земли» Юрия Яковлева читает Степан Катратенко. Я никогда не называл свою мать матери мамой. У меня для нее было другое слово – мамочка. Даже, став большим, я не мог изменить это слово. Я пытался назвать ее мамой, но сглубь, помимо моей воли, слетала все тоже ласковая, детская мамочка. Я стеснялся этого слова и на английах произносил очень слышно. Последний раз я произнес на мокрой у дождя платформе у красной солдатской теплушки. Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. Не знал, что с матерью вообще можно проститься навсегда. Я шептал, мамочка, ей на ухо. И чтобы никто не видел моих ушких слез, втирал о ее волосах. Но когда теплушка тронулась, не выдержал. Забыл, что я мужчина, солдат. Забыл, что вокруг люди, множество людей. И сквозь грохот колес, сквозь бьющий в глаза ветер закричал. «Мамочка! Мамочка!» Но она уже не слышал. Никто, как мать, не умеет так глубоко вскрывать свои страдания и муки. И никто, как дети, не умеет так хладнокровно не замечать того, что происходит с их матерью. Она не жалуется, значит ей хорошо. Я никогда не видел слез своей матери. Ни разу в моем присутствии ее глаза не увлажнялись. Ни разу она не пожаловалась мне на жизнь на боль. Я не знал, что это было милостердие, которое она указывала мне. Мы всегда были голодны. Нам всегда было холодно. Только в бою у орудий забывали о голоде и холоде. И еще, когда получались дома письма, у меня и сохранялись мамины письма. Я не запоминал их наизусть, хотя перечитывал десятки раз. Но в памяти жива картина родного дома. Под Новый год у себя дома я увидел елку. Мама подробно рассказывала в письме елки. А оказывается, в шкафу случайно нашлись елочные свечи. Короткие, разноцветные, похожие на точные цветные карандаши. Их зажгли. И по комнате раздался ни с чем не сравнимый аромат стиарина и хвои. В комнате было темно. Только буждающие огоньки замирали и разгорались. И тускло мерсали позолоченные орешки. Я лежал на снегу. В тяжелой кастке. В подшлепнике. В шерстяном опущенном заборане. В шинели. Затвердевшая талого снега. А на зимнюю гулка блюхались. Осколки. Рваные. Большие рваные куски металла. Вот. Один упал совсем рядом. Гори елка. Мерсайте позолоченные орешки. Хорошо, что где-то около мамы есть сестровок мира. Где все по-прежнему тихо и спокойно. И единственная ее тревога – это я. Потом оказалось, что это все было легендой. Которую умирающая мама сочинила для меня в ледяном доме. Где все стекла были выбиты земной волной. А печки были мертвы. И люди умирали. И она писала, умирая. Из ледяного блокадного города. Сылала мне последние письма. Свои кровинки. Это не был голод недорода. Это был фашистский голод. Немецкий голод. Голод – обстрел. Голод – бомбежка. Голод – пожар. Голод – бомбежка. А я держался легенде. А я поверил легенде. Держался за нее. За свой НЗ. За свою резервную жизнь. Был слишком молод, чтобы читать между строк. Я читал самие строки. Не замечая того. Что буквы кривые. Потому что их выводила рука. Лишеная сил. Для которой перо было тяжело, как топор. Мать писала эти письма. Охабилось ее сердце. Последнее письмо пришло в мае. Аплодисменты. Звучит в исполнении ученицы пятого класса Екатерины Виноградовой. Надо, дочки малые, без отца. Люба выстрадала немало, торопила года скорей, Не заметила, как устала, сам уж выдала дочерей. Все прошло, все за грозной Дарью, Но на юге и так давно побывала соседка Дарья. Дарья стукнула ей в окно, И пошла она и запела, Хоть хвали, мол, а хоть ругай, Но выходит такое дело, Что живой он, твой Николай. И находится он не где-то, А в Херсоне, тридцатый год. Неприкаянный, неприметный, Он при госпитале живет. Дарья, кашляю виновата, Побожилась хоть нет икон, Что видала сама солдата. Лопни глазоньки, Люба, он! Люба руки к груди прижала, Головой она повела, То ли от холода, то ли от жара, Но сама не своя была. Люба плакала безутешно, Твой я суток, не жизнь, а стон. Собрала чемодан поспешно И поехала в тот Херсон. Заявилась к начальству прямо, Ни навстречу на грозный суд. Если муж по какому праву, Почему и зачем он тут? Доктор глянул на Любу, Словно душу высветил ей свою. Все, что знаю, Любовь Петровна, Расскажу вам, не удаю. Помнят жители, как с пригорка По фашистским танкам врага Била наша тридцать четверка, Зажигая их, как стога. Над колонной клубилась сажа, Бой неравен был и жесток. И остался от экипажа Окровавленный весь стрелок. С сапожищами полицаи Мяли тело, как лебеду, Но в ответ ничего не знаю, Лишь одно повторял в бреду. На спине выжигали кожу, Вспухла кожа черней земли. Как они ни пытали, Все же ничего узнать не смогли. Снова мяли, ломали, пили, И зловчались, и так, и сяк, Надоело пулю в затылок. Тело выбросили по врагу. Кто его подобрал, забыто, Как он выжил, Узнай, поди, Что за сила в солдате скрыта, Что за сердце в его груди. Убивали, да не убили, Оказались они слабы, Но вот память ему Отшиблим, Даже имя свое забыл. Вы не первая, Приходила, ох, как много сюда до вас. Люба слушала через силу Невозможный его рассказ, А в душе, как в холодном зале, Все застыло у ней в груди. Вот, сейчас он войдет, Сказали, Повнимательней погляди. И появился он на пороге, Посмотрел из-под мертвых век. Подкосились у Любы ноги, Побелела она, как снег. Правду, правду сказала Дарья, Он! Глаза застилает мрак. Он! Головушку вся седая, Боже мой! Постарел-то как. Коля! Еле шепнули губы. Люба, я! Узнаешь, а нет? Не знаю, Люба! Шевельнул губами в ответ. Ну что ты, Коля! Ты вспомни, Коля! Повнимательней погляди! Подошла она, И от боли Прислонилась к его груди. И такая любовь и жалость В душу Любину обожгли, Ведь в сравнении с ним, Казалось, беды все ее обошли. Вот какой он пришел из боя, Не увидел ее вдруг. Вы возьмете его с собою? И сказала она, Возьму, Я его-то грею дома, Там сейчас у нас соловьи, Под окошками Свет черюх, Там родные его, Свои. Палисадник наш огорожен, И скамейка его жива. Посидит он И вспомнит, может, Позабытые те слова. С мужем вместе домой поеду, Жить иначе я не смогу. За любовь И за день победы Я навек перед ним в долгу. А дома без вести пропавшего бойца Ждала мать. Солдатские матери часто не спят по ночам, В их душе теплится надежда На встречу с сыном. В этой материнской любви Секрет силы и славы земли русской. Никто не мог так ждать своих детей с войны, Как ждали матери, Со слезами на глазах И верой в сердце. Роберт Аждевский, Баллада о красках, Читает Арина Скотникова. Был он рыжим, Как из рыжиков рагу, Рыжим, словно аппетит на снегу. Мать шутила, Мать веселую была, Я от солнышка сыночка родила, А другой был черным-черным у нее, Черным, будто обгоревшее смолье. Хохотала, Хохотала расспросами она, Говорила, Слишком ночь была черна. В сорок первом, В сорок памятном году Прокричали репродукторы беду. Оба сына, Оба, двое, Соль земли, Поклонились маме в пояс И ушли. Удалось в бою почуять молодым, Рыжий, бешеный огонь И черный дым, Слые зелень застоявшихся полей, Селы светлые фронтовых госпиталей, Оба сына, Оба, двое, Два крыла Воевали до победы. Мать ждала, Не гневила, Не клила на судьбу. Похоронка Обошла ее избу. Повезло ей, Прибалилось счастье вдруг, Повезло одной На три села вокруг. Повезло ей, Повезло ей, Повезло! Оба сына Воротилися в село, Оба сына, Оба, Двое, Плоть и стать, Золотистых орденов Не сосчитать. Сыновья сидят Редком, К плечу, Плечо, Руки целы, Ноги целы, Что еще? Пьют зеленое вино, Как повелось. У обоих Изменился цвет волос, Стали волосы Смертельной белизны. Видно много Белой краски У войны. Война — это страшно. Война — это Человеческие потери, Голод, Боль И слезы. И каким же Долгим оказался Путь к победе? Сколько радости И боли от потерь Принесла она всем. О том, Как встречал победу, Рассказал писатель Чергиз Атматов В повести «Материнское поле». Отрывок из повести Читает Анастасия Титаренко. Мы заканчивали пахоту, Когда вдруг На улице послышалась Какая-то беготня и шум. Весь Аил, Конные, Пешие, Сгорбленные старики И старухи, Дети, Раненые на костылях. Все Куда-то бежали. На бегу Передавали. Эй, Люди! Солдаты возвращаются По домам! На станцию Прибыло два эшелона! Там ребята Со всех Аилов! Мы Сбежались На окровину Аила. Конные Не слезались с сетем. Пешие Поднялись На пригорок у Арыка. А мальчишки Скарабкались На деревьях. И все ждали И смотрели на дорогу. Каждый спрашивал себя, Кто вернется, А кто нет. Один мальчишка Вдруг крикнул с дерева «Идут! Солдаты идут!» Все замерли, Натянулись, Как струны камуза, А потом Все разом Глухо повторили. И тут Снова тихо, Очень тихо. На большаке Показалась Бричка. Она резво катила По дороге, Остановилась В развилке. Из брички Заскочил солдат. Он взял Свою шинель, Вещевой мешок, Развращался С возницей И зашагал В нашу сторону. В толпе Никто не проронил Ни слова. Все молча, Удивленно Смотрели на дорогу, По которой шел Всего лишь Один солдат. Он приближался, Но никто из нас Не двинулся С места. На лицах людей Застыло Недоумение. Мы все еще Ждали Какого-то Чуда. Мы не верили Своим глазам, Потому что мы Ожидали Ни одного, А многих. Солдат Подходил Все ближе И ближе, Потом Остановился В нерешительности, Тоже оробел, Увидев на окраине Ила Безмолвную Толпу людей. Он, наверное, Подумал, Кто эти люди? Почему они молчат? Почему стоят? Как вкопанные. Может быть, Они кого-то Ждут? Солдат Раз и два Оглянулся На дорогу, Но кроме него Для них Не было ни души. Это же мой брат! Оширалы! Оширалы! Вдруг Выкрикнула Босоногая девчонка, Что стояла Впереди нас И, сорвав с головы Косынку, Кинулась к нему Со всех ног. Оширалы! Бог ее знает, Как она его узнала, Только крик ее, Как выстрел, Боял всех нас И зацепенение. Какая-то Могучая сила Подхватила всех нас И понесла, Как на крыльях. Когда мы бежали К солдату, То мы несли Вместе с собой Всю свою жизнь. Наши муки, Ожидания И наши бессонные ночи, Наши посидевшие волосы, Наши хвастаревших девушек, Наши слезы и стоны, Наши мужества. Несли мы солдату победителю, И он вдруг, Поняв, Что встречают его, Тоже побежал нам навстречу. Конные первые Доскакали до солдата, На лету Подхватили его шинель, Пищевой мешок, А самого Зали за руки И с двух сторон. О, Победа, Мы так долго ждали тебя. Здравствуй, Победа, Здравствуй, Прости за наши слезы, Прости мою невестку, Алиман, За то, Что она билась Головой на груди Аширалы И спрашивала его, Тряся за плечи, Где? Где мой Казым? Прости всех нас, Победа, Прости, Столько жертв Мы принесли ради тебя, Прости за наши крики, Где? Где остальные? Где мой? Где мой? Где же все другие? Когда вернутся все? Прости солдата Аширалы За то, Что он отвечал всем нам. Вернутся, Лидные мои, Все вернутся, Скоро вернутся, Завтра вернутся. Прости нас, Победа, Прости, Обнимая целое Аширалы, Я думала в ту минуту О Джанаке, О Масилбеке, О Косыме, О Сувангуре, Из них Никто не вернулся. Прости меня, Победа. Обо всем, Что происходило в те страшные годы, Рассказать не удастся никогда. Тем весомее и дороже живая память тех, Кто выстоял в той войне, Кто смог донести до нас Героические истории жизни И подвига нашего народа. Поэтому, Наша святая обязанность сегодня Не забывать о солдатах и тружениках тыла, Ковавшим эту победу, Бережно хранить традиции нашего народа, Помнить о том, Что победа была завоевана Ценой жизни миллионов советских солдат, Почти в их память, Минута их молчания. Наша конкурсная программа Подошла к завершениям. Слово предоставляется Заместителю главы района Любови Александровне Зюзиной. Добрый день, дорогие участники Нашего конкурса, Очень трогательного конкурса, Действительно, патриотов. Поэтому мне бы сегодня От имени жюри Хотелось сказать вам огромное спасибо За то, что вы приняли участие в конкурсе И в поэтических произведениях, И в прозе. Хотелось бы поблагодарить Ваших наставников, Тех, кто готовил с вами вместе Конкурсные произведения. Вы знаете, Вот очень много критериев, По которым сегодня оценивается конкурс. Это и оригинальность исполнения, И многие-многие другие вещи, Начиная с внешнего вида. Но самый главный, по-моему, критерий, Это воздействие вас, Вот каждого из вас, конкурсанта, На зрителя. То есть какие ответные эмоции Получает человек. Вот, то есть у каждого Своё восприятие произведения, У каждого своё видение. Поэтому, конечно, Очень трудно сегодня будет оценить, Но я бы хотела поблагодарить Восемь школ, которые приняли участие. Самые активные возрастные категории, Это с пятого по восьмой класс. Единственную участницу, Которая защищала позиции всех школ сегодня, С девятого по одиннадцатый класс, Это, конечно, Елизавету Кабакова. Все остальные очень заняты. Но это несколько, правда, печально. Вы знаете, в годы войны Действительно говорят, Что когда стреляли пушки, Музы не молчали. Это действительно так. Самая пронзительная и проза, и поэзия, Это поэзия, которая, и проза, Которая была написана в годы Великой Отечественной войны. Я думаю, что вы согласитесь со мной, Хотя для вас война, наверное, Может быть, как и Бородинское сражение далеко, Но, наверное, каждый из вас читал произведение Михаила Шолохова «Судьба человека». И сегодня многие произведения прозвучали, Ну, в основном, наверное, после военных лет, Но есть и прозаительные произведения Тех, кто прошел войну И испытал на себе вот то, что было. Поэтому хотелось бы, конечно, Чтобы вы тоже больше читали о том, Что было, для того, чтобы Вот то, что будет завтра, Не было оморчено такой темой, Как война. А сегодня действительно очень тревожно в мире. Вы, может быть, меньше понимаете это, Но мы это видим. Ведь некоторые вещи, как говорят те, Кто постарше, Что действительно очень много предвестников. И поэтому сегодня нашему президенту, Нашему Лаврову и Шойгу Очень трудно удержать хрупкий мир Вот именно в нашей стране И действительно вот на международной арене. Мы должны это понимать И должны это оценивать. Спасибо вам огромное, ребята. Но вот когда читаете произведение, Допускайте все-таки не только вот дикции, Но и чтобы оно проходило через сердце. Это очень сложно. Но я сегодня вот полюбила юную почтальонку, Которая действительно прочитала так, Как надо прочитать. И сегодня вспомнила свою бабушку, Двух бабушек, вдов, Которые получили похоронку. И они говорили о том, Что действительно мы ждали почтальону И боялись ее, Потому что все боялись этих скорбных похоронок. Дай Бог, чтобы этого не было никогда. Спасибо. А, извините, еще хотела поблагодарить Первую школу Вот за прекрасную организацию конкурса Вот в этом зале. И наш комитет по образованию, Который тоже вложил многое для того, Чтобы он сегодня состоялся. Благодарю вас. Спасибо, ребята. Спасибо, Леонид Александровна. Настало время для подведения итогов конкурса. Просим жюри по достоинству оценить Выступление наших участников. Слово для объявления результатов Районного этапа конкурса «Живые строки войны», Посвященного Дню Победы, Предоставляется председателю Комитета по образованию Татьяне Ивановне Китаниной. Добрый день с высокой сцены, Дорогие участники, Педагоги, гости, Приглашенные. Ну, прежде всего, конечно, Я выражаю благодарность Вам за смелость, Я не побоюсь этого слова, Читать такие произведения на сцене. Нужно иметь не только хорошую память, Но и, наверное, крепкие нервы И держать в кулаке свои эмоции, Чтобы донести до зрителей Смысл произведений, Порой тяжелых произведений, Произведений о войне, То, что Вы сегодня сделали блестяще. Спасибо Вам огромное за это. Произведения о войне всегда слушать тяжело, Потому что все мы переживаем это Каждый раз, наверное, по-новому. Их много, произведения немного гранны, Они, наверное, бесконечны. И это дорогого стоит, Когда наворачиваются слезы От того прочтения, Которое Вы нам сегодня предоставили. И Любовь Александровна сказала много, Я говорить долго не буду, Но самое главное, Это то, что мы помним, То, что мы помним, То, что мы гордимся. И у народа, Который не помнит своего прошлого, Не может быть будущего. Поэтому, дорогие ребята, Помните, спасибо Вам за то, Что Вы несете это в массы, К нам, в своих школах, Читаете побольше патриотических произведений, Не только произведений о войне. Поэтому у Вас это очень хорошо получается. Спасибо Вам еще раз. Ну и спасибо. Спасибо организаторам, Спасибо Первой школе За чудесную площадку, Которая, я надеюсь, Станет традиционной Для проведения наших районных, И, наверное, краевых мероприятий В нашем районе. Ну и, поскольку это конкурс, К сожалению, Я только перед конкурсом говорила, Что была бы моя воля, Я бы, конечно, сделала это фестивалем, Потому что очень трудно оценивать. Есть момент субъективности, Есть момент субъективного восприятия, Но это так. Конкурс краевой. Мы сегодня подводим итоги Муниципального этапа, И у нас есть свои победители. Грамотно, традиционно, Вы получите чуть позже, Потому что мы не хотим их подписывать от руки. Красиво напечатаем, Подпишем, И вы получите в своих школах, Наверное, На последних звонках, Или на рамках каких-то мероприятий, Которые еще будет проходить масса, Посвященных как раз празднованию Великой Победы В Великой Отечественной войне. Начнем со старшей возрастной категории, Где, к сожалению, У нас был один прекрасный участник. Это Кабакова Елизавета, Победитель старшей возрастной категории. Я пока не делю, Я пока не делю. Сейчас она подойдет, Очень попозже. Хорошо. Тогда переходим сразу К номинации 7-8 классы. Третье место С произведением Книга разведчиков Занимает у нас Кузьменко Станислава Севчуковская СОЖ 7-й класс Педагог, подготовивший Победителя Мехедова Марина Федоровна. Второе место 7-8 классы Вебер Тамара Михайловна Педагог Из Тиминска ШОЖ 7-й класс Чингисай Материнское поле Нам представила сегодня Титаренко Анастасия. Мы победители В этой номинации Это Гринякин Родион СОЖ 1-1 Борис Васильевич Из Тиминска Назначился Памилия Педагога Алтухова Ольга Николаевна. Пятые и шестые классы Третье место Кобляцкая Алина Новополтавская СОЖ Преподаватель Титаренко Галина Петровна С произведением Начало. Второе место Виноградова Екатерина Новополтавская СОЖ Мини-Курченко Паллада Пропавшей Питрии Титаренко Галина Петровна Мой единогласный победитель Наша юная почтальонка Северская СОЖ Любина Ой, простите Контраденко Галировика Светлана Сергеевна Отшанова Фамилия Педагога Я вручу На этом наш конкурс Окончен Спасибо большое Елизавета Я уже решила Что я тебя Я тебя объявила И забыла Ну и победитель Наша Кобогова Елизавета Спасибо еще раз всем огромное До новых встреч Я надеюсь в следующем году Наш конкурс будет Более многочисленен А вас я надеюсь Увидеть снова И войны завершимся Давайте еще раз Поблагодарим всем участникам Аплодисментами За уволомительные Порой суровые И трагичные Поучительные строки И прочитанных Ими произведений Мы благодарим От всей души Учителей И вдохновивших Своих учеников На чтение Прекрасной Вечной Живой Русской литературы Мы надеемся На новые встречи С вами Любители И ценители книги А нашим слушателям Мы желаем Новых Интересных И познавательных Открытий В мире литературы До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин